ну снимаю там проверим запуска дизель на что главное топлива есть открываем вентиля есть открыт открыто проверим так дальше куда не идет вот и открыто хорошо топливо под проверим масло если картере масло пока полтора есть чтобы масло долить картер да снял этот риску да здесь открываем вот эту крышку и доливаем ладно демонстративно я доливаю масло у меня опять закрыто как тебе показать оттуда идет нет оттуда оттуда так не видно так что же масло это простая такая воза ходит на трактор сюда ничего не песка не пропала так дальше вот здесь наверху есть это отопительная система которой мы греемся в себе да еще расширительный бак то это маленький для дизеля там же также 2 вот это 2 и вот здесь эти вот эти шахты и здесь есть вентилятор вот они своими вентилирует воздух проходим а то есть воздух заходит оттуда проходит через эту всю шахту через вентиляторы площадки и на туда улице да что я буду делать это я так есть такие лючки которые можно подадить видишь там лючок открыто у меня специально что я сделаю вот этот вот вместо того чтобы его на улицу до отправлять да я направляю сюда нам у нас будет дверь открыто шумно будет у нас ты понимаешь учти на это я будет открыто и тогда это все теплый воздух идет на комнату у нас ну шумно будет нужно учтить на этом все и вот это а чтобы этот чтобы он этот воздух не прошел на улице для этого вот есть вот эти жалюси и заслонки можно открыть полностью а можно закрывать я сейчас закрыто его а вот это жалюзи можно типа воздуха вот такие реброчки с улицы видно шибер тоже вот так приклеиваю это половину оставил половину положение шибер называете да жалюзи а жалюзи а что такое шибер а это что воздух вот подается воздух на воздушном охлаждении если те две дизеля на водяном охлаждении вот здесь он работает силиндр смотри и воздух дается но вместо того чтобы его улицу гонять да смотри воздух так выходит чтобы улице да я его лучше отсюда открыл крышку и все на идет это летом можно на улицу дальше масло проверить смотри продолжим так система автоматики когда для защиты дизеля если вода перегреется или низкое давление масла масло так пределах так хотя бы три должен быть на четыре да там четыре с половиной там все есть упады где-то на три ниже сначала включается сначала включается ремонт предупреждение есть и ты не действует вода еще греется вот здесь температура если он поднимется там уже на 95 градусов он просто дизель отключается здесь температура если красный помех то значит все стоп установка включается а это температура масла или что нет нет это центрифуга фильтр масла здесь масло проходит температура тоже а это температура масла 22 короче дизель это 22 градуса ему можно запустить значит там большой генератор открываем генератор тебе ну чуть-чуть видно генератор так он сам себе возбуждается смотри вот здесь есть трансформ смотри вот там полюса 6 полюсные да через полюса подается значит он сам вырабатывается здесь 380 вольт переменный ток и не перри трансформируется вот и часть вот трансформатор перри трансформируется на 6 12 вольт и подается по отмоткам видишь там полюса отмотки вот эти да вот и через полюса проходит вот этот сейчас нет напряжения пока не 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 там проходит значит каждый полюса проходит это постоянный ток вот этот 6 12 вольт да вот который трансформируется то есть 380 вольт дается статору вот этот статор смотри статор сверху да дается сюда на коробку а с клеммной коробкой есть выводы на трансформатор вот этот трансформатор на который понижает на 6 вольт потом смотрите есть там дальше не видно есть выпрямительные диоды которые выпрямляют это сзади внизу это к сожалению не видно там дальше тросин холостого хода и внизу есть выпрямительные диоды которые вот это 6 12 вот выпрямляет уже на постоянный ток понимает а это постоянно ток подается уже на полюса вот он как-то же сам сам себе возбуждается вот это вот выходит тоже выхлопит так здесь чтобы генератор он же этот охлаждается сулит можно с улицы взять а можно вот я открыл вот это ничего не будет для охлаждения генератор то есть вентилировать генератор иногда и вентилировать он проходит смотри отсюда воздух идет или служебное помещение здесь и на отделение первого или с улицу можно взять воздух и этот воздух проходит через отмосток генератора да и проходит здесь вот выходит почему закрыта потому что ну когда летом тогда может открыто зимой холодный что проверили генератор открыты до воздух продукт к году для вентиляции обеспечена все вот это хорошо это открыто так там носить доступ к генератору есть вентиляции все это воздушный ветер через него поступает вот можно также воздух подачи проверка пользу подачи есть есть пока есть и можно выбирать или с улицы в зависимости поставлю или с улицы или или с внутренней на улице видно там и вот здесь вот вот и так вот поступать воздух подается по цилиндрам по порядку до 1 2 3 1 2 4 3 то есть первый цилиндр вот это первый цилиндр 2 3 4 тут даже видно как воздух подается запуск воздуха у нас дизель запускается при помощи воздуха вот здесь есть объемы для хранения воздуха вот может отсюда показать эти баллона объемами 30 атмосфер до открывая этот вентил и воздух подается смотри подается вот действительно открывает идет воздух сюда подойдет пошел и пошел по порядку до значит первое вот это по по трубам видно как воздушного распределили этот спускателя воздух идет запускает на через эту пошел отсюда с магистрали этот баллон раз идет идет сюда надо как бы как через коробку так и пропустить воздух как он идет дальше он идет отсюда дальше 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 идет на воздух распределитель так воздуха распределите он распределяет по трубам и что куда пошел вот раз пошел осмотри вот вот там есть золотник такой который вот такая стырочки и он проходит воду проход следующий шаттаны . вот сюда пошел вот так вот сюда пошел 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 сюда на второй зеленый так вот на второй зеленый раз на четвертый цилиндр и самый конец на третий цилиндр и при сжатии поршня и при сжатии на 600 градусов при сжатии рельса при сжатии он как бы взорвется здесь не буду открывать клапана и когда клапана под этими крышками там внутри клапана механизм клапанов и вот тогда когда произойдется прыск тому времени пускной клапан с воздуха как заходит заполняется поршень и до открытия до этого то есть клапан закрывается оба клапана закрывается смотри то есть это четыре этапы значит первый подъем взорвался потом пойдет на верхней точке мера спускается вниз больше и опять на второй такт продувка все клапаны открываются продувается просто да полезного действия ничего не будет да это ну как сказать посильнее ну как все и опять спускается пошел третий так и четвертый так это все опять так первый спускается значит четыре так короче четыре а двух тактного нет то тут да нет 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 двух тактного нет значит первое взятие воздуха смотри первое взятие все с воздуха расподавление сжатие потом болезни действия выталкивает да 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 горение да и выжимание все продувка и опять пошел уже начало то есть четыре тактного да да так здесь у нас много фильтра здесь так а где выхлоп это газ куда выходит газ идет вот туда вот это она там нагревается сильная труба да вот здесь коллектор выхлопных газов смотри здесь водяной коллектор да вода здесь проходит здесь выхлопной коллектор и на улице да а еще там вода нагревается тоже нет 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 так вот коллектор этот выхлопных газов видишь ну коллектора выхлопных газов проходит масло понял через него масло идет тоже то есть это нет не масло что это вода вода да просто для просто чтобы не расслабился смотри конечно и вода через него он охлаждает эту выхлопной коллектор да вот вода выходит через него а а масло охладитель вот это у нас смотри да масло 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 там и тоже вода масло то есть масло мешает тут а вот так если подвинуть видишь тут течет я хотел ну ладно пусть будет а что он будет капать это масло охлаждается при помощи воды да смотри вот это сейчас где-то тут вот капля была здесь вот здесь надо прижать опять все все а так вот там масло охладитель вот эта штука вот вот здесь и вода проходит и и масло проходит там да они отругаются вину но они друг друга охлаждают да здесь центрифуга от масла да то есть при помощи этот когда он крутит масло он это выбивает масло по дыркам то есть и этот большой красивый выходит масло чисто остается здесь как бы реле соленоид который магнитив венте катушка и закрывать если дается команда закрывать масло это кончалось уже или еще есть масло есть есть так зачем тебе нет просто запас сколько масла расходуется если поступает от автоматики защиты команда закрывать топливо все вот этот закрывается нет когда старая техника интересно что много масла расходует часто что там ну расходует масло да и что ну протекает сколько уходит масло много ну проходит разрешается 024 литра за час вот уходит заливаем так здесь внизу не видно как тебе а тут есть какой-нибудь там паспорт где напишут там есть но мы так не выполняем мы не так сколько-то часов не работает регулятор чистооборотов топлив значит топливный насос высокодавление вот здесь идет подача по каждым цилиндров топлива четвертый чилиндр третий цилиндр вот все подачи и давление подачи зависимости вот регулятор чистооборотов сколько значит зависимости от нагрузки дизеля подается меньше топлива или больше вот чистооборотов от оборотов коленвала вот сколько нагрузка ну типа как машине этот вот вот он так регулирует и здесь ручной подкачивающий насос еще можно подкачивать вручную да если вот воздух попадается значит обычно здесь открывает этот коллектор здесь плужина пары сверху вот этот коллекторов топлива и открывая здесь и и буду качать чтобы бабульки эти воздух и пузыри вышли открываю крылочку и вык sandwich вот этот чтобы нижняя часть и а туда что наливали тоже дизельное масло не не все дизельное масло все нет нет это ленит суда наливайте суда them ну сюда наливать картер и сюда надо заливать это не связано то есть там для охлаждения вот этот масло для члендров для движущий механизм все это три трения все это а этот масло чисто для регулятор чисто оборотов плюс еще вот сюда тоже надо масло так и ну что только подается сюда конечно еще раз тут для картера там для чего мы тут так как для этот масло для топливного высокого давления а вот здесь масло качатка а какое давление не знаете куда ну давление в то есть давление система 4 4 4 4 с половиной атмосферы это воздух масло масло и а то солярка какое давление там больше должно быть там большое давление 150 что ли или вот так где-то 150 200 где-то давление так здесь уже еще форсулки есть вот там через форсулки и сколько там давления здесь есть регулятора то есть я могу регулировать вот это давление масло да и лежат там больше там здесь есть шарик такой типа но проход масла я могу закрыть редукционный клапан типа называется и масло идет смотри-ка система из картера берутся начало надо закачать через ручной составать давление какое-то да чтоб этот трещущие места но коленвал там чтобы стал смазан где идет труба вот это да 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 вот сюда через вот ручной подкачащий насос типа качаем на коленвал там все тысячи все место да чтобы он было смазано да да вот еще все и далее он пойдет там а можно и потом самотеком через так называемые гитара вот здесь есть сети как трущащий не注еренка все шестеренки да подается на Воздухораспределитель Дается для Водяной насос Масляный насос Вот от колевола Передается И передаточные Шестерен И подается Через В одном вале есть Воздухораспределитель И через по этой вале Тоже служит Топливное насос А можно тут что-нибудь испортить Допустим, кто-то неплохо знает Что-то там неправильно сделать Испортить дизель Конечно, можно Очень просто Смотри, вот открыл крышку И залил песок туда А если Допустим, один дизель Представляешь, у меня случай был Смазка масла А еще Второй есть Тоже такой же одинаковый Так что есть запаси Представляешь, за такой вот От этого болтика Пустотелый болтик Смотри Здесь же подается Труба смазки для коромысла Да? Вот эти клапаны Механизма И у меня этот болтик сломалась И все Полностью Весь дизель Нерабочий Смазка-то не идет Правильно? Все Сколько всего Вообще Три дизеля Три дизеля Три дизеля Можешь тебе Три А включать Можно Все Можно вообще Включить? Конечно Все И так бывает Но Все Первая магистраль Даст питание Это Вторая магистраль Или так много мощности Так не нужно Чтобы все Три Да не нужно Обычно Обычно один Да? Хотя можно Хотя можно Но Если скажем Этот 120 Ампер Тот 120 Ампер Я еще хочу И Остальные Нужды Для Вспомогрательного Магистрали Почему бы Нет Например Мне надо Тут Да Уже и так Загружено Оба дизеля Полностью Да Ну что ж А мне Допустим Надо Компрессор Заправить Да Где-то 10 Ампер Компрессор Воздушный Ну что ж Придется Взять Вспомогательного Дизеля А долго Заправлять Ну вот Сейчас Будешь Видеть Как я буду Заправлять Когда будет Дизель Работает При Рабочем Дизеле Сейчас Просто Воздух Так Дальше Будем Продолжать Запускать Дизеля Значит Что Масло Проверили Дальше Топливо Есть Масло Есть Воздух Закончал Есть Так Что Еще Воздух Осталось Запускать Воздух Проверили Смотрим А есть Есть Смотри Воздух Хватит Пойдет Запускается Есть Ну что Теперь надо Масло Закачать А И Надо Поставить На место Чтобы Было Коленвал На таком Положении Чтобы Было Вход Воздуха Жатого Воздуха Когда С баллона На первой Целинбре Да Доступ Воздуха Лежать Для этого Мне надо Выставить Коленвал Выставим Коленвал На положение На первый Или На третий Целиндр Да Или Первый Или Ну да Четвертый Так Первый Четвертый Второй Третий Так получается Значит Выбираем Механист Первый Четвертый Или Второй Третий Вот Этот Маховик Крутит Так А здесь Надо Положение Ставить Пусковой Это чего Да На топлив У нас Значит Так Ручной Переключается Снимается Все Да Таким Сможем Интересно Да А Они Связаны Между собой То есть Они крутятся Но там Не подается Крутится Ну эти Цилиндры Все Конечно Давай Вот так Приспространилось Вот так Ставим Вот это Теперь Что это Крутить Вообще Что это Это маховик Тебе объяснял Это коленвал Это Коленвал Генератор А Он крутит На генератор Он передает Все Но Коленвал Крут Вот это Есть Это Есть Вот Коленвал И у него Вокруг Есть Этот Маховик Да Да Зачем Крутить Я не Очень Понимаю Потому Чтобы Коленвал Ставить Так Чтобы Пошин Стала В таком Положении И клапана Да Клапана Это связано Тоже Вот Через Распредвал Вот И здесь Идет Чтобы Для пуска Систеренки Тоже Передается На Распредвал Между Собой Все Связано Через Систеренки Давал Запускать Движение Через Распредвал Штангов Дается На Клапана Потасила Это Надо Запускать Какого-то Одного Положения Валыш Конечно А Это За Того Что Воздух Если Была Электричность Тогда Не Не Понятно Из-за Воздух Из-за Этого Надо Выставить Пошин Так Местоположение Что Можно Представляешь Если Пошин Будет Самый Внизу А Ты Даш Воздух Во-первых Тогда Клапана Закрыто Но Ты Ты Дашь Воздух А Он Как Может Тебе Запустить Если Пошин Внизу Ему Надо Давить Прошел Вниз Ну Вот Все Мы Его Выставили А Как Узнать В Каком Там Положении Ну Вот Я Снизу Здесь Белый А Отметь Куда Но Хотя Я Чувствую Сам Я Кручу Выпускной Клапот Все Выпустил Все А Можно Покручу В обе стороны Можно Крутить Да А Вот Что-то Слышно Ну Вот Это Произойдет Прыск Вот Видишь Клапан Прыск Типа Форсунка В одну Сторону Впрыск А в другую Уже Нет Прыска Да Ладно Вот Поставим Так А В какую Сторону Вообще Вращается Вот Вот Так Наверх Как бы Наверх Да Эта Страна Да Нет Так Это Теперь Качай Масло Так Тяжелый Трубчик Был Так Тяжелый Мне же Эта Рукоятка Не А Чтобы Коленвал Масло Давай Как ты говоришь Трущащий Еще раз Скажите Значит Коленвал И картер Это разные Или одно Система Ну так Коленвал Находится Ну да Ах Это же есть Картер Система И че Да Уже все Значит Система Масла И Потом Он Самотеком Падает Через Шестеренки Да Все Смазывает И на Картер И свартер Заново Вот Отсюда Возьмется А где Фильтр Какой Фильтр Для масла Вот Для масла Пожалуйста И Синтерфуга Конечно Два Масла Круглый Чистый И Синтерфуга Топленный Фильтр Вот Раз И Два Фильтра Еще Вот Это Так Основной Так Ну что Поставить Будем Запускать Так Это Положили Паран Да Так Воды И Два Сюда Должен Запуститься Очень Внимательно Самый Знаменительный Момент Запуститель Так Открываем Сюда Поближе Вот Оттуда Смотри Вот Этот Воздушный Все Общий Оттуда Где-то Вот Так Сделаем Открываем О Спасибо. 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 И тогда веду уже больше оборотов на рчо повышается. Сейчас у нас что показывает. Это показывает 200 вольт. Так, да? В 250? Да. Пока вот так, да. Ну, где-то так. Получается между фазами 122 где-то даю. Вот. Когда я обороты повышаю, генератора больше раз на 30,50 вольт. получается 380 вольт хотя он меньше конечно может показывать или нажимаю на магистраль сейчас пока пусть и дизель греется нам надо его греть надо да 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 ну сколько критик ну минут 15 сколько включая вот сейчас первый дизель закончила 26 так орех этот вспомогательный дизель работал у нас с 9 до 10 до 3 9 до 10 и я большой дизель с d1 лечил сколько время 11 10 когда выключи не знаю все температура улице сколько плюс 3 ой-ой-ой плюс 3 температура плюс 3 так время сколько у нас 11 15 так плюс 3